Книга «Открытым оком». Тема «Коммунизм». Том 30. Вопрос 4037. «Можно ли было как-то избежать гонений при советской власти?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Назначенное Господом Богом никто не может отменить. Но уж столько же было ошибок, сделано церковным руководством во главе с Патриархом. О какой защите храмов и ценностей церковных можно было говорить, если уже все сроки долготерпения Божия окончились? Их не нужно было иметь, а если уж они были, то нужно было бы давно раздать бедным. «Январь 1918 года послужил началом ряда жестоких убийств представителей духовенства в таком же разбойничьем порядке, как и убийство митрополита Владимира». 31 марта патриарх Тихон в сослужении четырех архиереев и многочисленного духовенства служил торжественную панихиду об упокоении «рабов Божиих за веру и церковь православную убиенных». «Кроме митрополита Владимира поминали 14 убитых священников и многих священного иноческого и мирского чина, их же именаты Господи Веси». «Как пишет отец Владимир Русак, лишь в 1923 году принят уголовный и уголовно-процессуальный кодекс. «Самосуд и гулял по Советской России до середины 1919 года под штыком кого угодно». В 1919 году эти «самосуды» перешли в руки состоявших на месячном жаловании членов чрезвычайных комиссий ЧК «Чрезвычайка». Введенский очень правильно определил сущность декрета о лишении церкви всяких прав. «Декрет этот истекал из самых основных принципов Конституции РСФСР. Советское строительство полагается исключительно на свои человеческие силы». «Добьемся мы освобождения своей собственной рукой». Это есть торжество гуманизма в точном смысле слова. Человеческое противопоставляется божескому. «Человек не спровергает Бога». Бесчинство против церкви начались ранее издания декрета об религии. Члены собора, побывав в своих епархиях, на святках уже были свидетелями начала гонения. После послания патриарха Тихона на соборе было оглашено донесение настоятеля Александра Невской лавры епископа Прокопия о том, что им получено распоряжение народных комиссаров о реквизиции лавры. Выслушивается также доклад о захвате синодальной типографии. Протоиерей П. Сербинов доложил об обысках у архиепископа Дмитрия в Симферополе, об убийствах, об осквернении церкви в архиерейском доме. Священник Владимир Востоков по поводу разных подобных сообщений заметил, «В этом зале слишком много было сказано о переживаемых ужасах, и если все их перечислить и описать, то можно было бы наполнить этот огромный зал книгами». Отец Владимир Русак посвятил особую главу первого тома книги «Свидетельство обвинения таким убийством». Приведу оттуда некоторые примеры. Уже в первые месяцы после революции в царском селе убит протоиерей Иоанн Кочуров. В Александро-Невской лавре 19 января 1918 года красногвардейцами убит священник Петр Скипетров. Кончина отца Петра – это одно из начальных событий, происшедших в эти дни в столичной лавре. На Смоленском кладбище лежат 40 священников, священников, закупанных живьем. В Елабуге в квартиру протоиерея Павла Дернова ворвались ночью 15 красногвардейцев и увели трех его сыновей. А через несколько минут увели и отца. На рассвете стало известно, что юноша находится под арестом в исполнительном комитете, а отца Павла не могли разыскать. Оказалось, что он был расстрелян на заре. Труп его хотели бросить в прорубь, но увидевшие это крестьяне не допустили этого. Родные поехали в революционный штаб хлопотать об освобождении юношей. Когда юноши узнали об убийстве отца, один из них не выдержал и назвал красногвардейцев душегубами. Этого было достаточно, чтобы всех троих вывели за город и расстреляли. Следующая глава в первом томе отца Владимира Русака называется «Аресты». Она повествует о бесчисленных нападениях на епископов и священников Русской Православной Церкви со стороны советской власти и мужестве, с которым отвечали им пастыри и паства. Шло время, а вместе с ним неудержимо росли списки жертв безбожников. На Всероссийском Соборе, естественно, начали беспокоиться о безопасности самого патриарха. Вместе с тем возникал вопрос о тех последствиях, какие могли явиться для Церкви в случае его неожиданной кончины. Явилась мысль, что на этот случай надо иметь список иерархов, которые временно могли бы заменить главу Церкви. А для того, чтобы они не были устранены безбожниками заранее, пришли к заключению, что список этот должен быть тайным. 7 февраля, по старому стилю, 25 января 1918 года, в день убийства митрополита Владимира, Собор постановил, на случай болезни, смерти и других печальных для патриарха возможностей предложить ему избрать нескольких блюстителей патриаршего престола, которые в порядке старшинства и будут блюсти власть патриарха и преемствовать ему. До наступления времени, когда надо было бы осуществлять это определение об избрании соответствующих лиц, патриарх осведомлял только их самих, а Собору докладывал, что данное ему поручение исполнено. Для многих, впоследствии удивительно было, что в числе своих преемников патриарх указал будущего митрополита Петра, который в момент избрания был только служащим Синода, не имея никакого священного сана. Но, как пишет Регельсон, именно благодаря необычной своей судьбе он оказался единственным избранником патриарха. Фактически же избранником Собора по доверию к патриарху, оставленным на свободе к моменту сметри патриарха Тихона. Трудно даже предположить, как сложилась бы и без того трагическая судьба русской церкви, если бы не мудрый замысел Собора и патриарха не был осуществлен в жизни. Лев Регельсон, ссылаясь на Тобольские пархиальные ведомости, подводит неполные итоги гонения на церковь в течение последних восьми месяцев 1918 года. Убита митрополитов 1, киевский Владимир, архиереев 1, священников 102, диаконов 154, монахов и монахинь 94, закрыто 94 церкви и 26 монастырей, осквернено 14 храмов и 9 часовен, подвергнутый тюремному заключению за контрреволюционность 4 епископа, 198 священников, 8 архимандритов и 5 ягуменов. Но это было только начало. 8 по старому стилю 21 июля 1919 года патриарх издал послание, призывая паству к терпению и отказу от каких-либо актов мести в отношении гонителей. Одно за другим следует гонения, сыпятся стеснительные для церкви постановления советской власти. Между тем, уже после прихода коммунистов к власти, Всероссийский собор все-таки продолжал обсуждать вопрос об отношении церкви к государству, приготовляя целый законопроект для учредительного собрания даже после его разгона. В заседании 13 ноября 1917 года было принято принципиальное постановление принять положение, в силу которого православная церковь России должна быть в союзе с государством, но под условием своего свободного внутреннего самоопределения. Доклады и речи на соборе часто содержали много исторических данных и ценных принципиальных суждений по вопросу об отношениях церкви и государства. Наряду суждений, свидетельствующих о том, что члены собора долго не могли освоиться с фактом, что к власти пришли заклятые враги всякой религии, раздавались и речи, предупреждавшие о грядущих испытаниях. 13 ноября 1917 года В.И. Зеленцов предупреждал, что «государство будет жить и издавать законы, какие ему вздумается, ведь оно не захочет считаться с природой церкви. Мы должны ожидать целого ряда законов, которые будут вредны для церкви». Итого же 13 ноября 1917 года докладчик профессор С.Н. Булгаков настойчиво защищал проект закона о церкви и принимается статья 7. Цитата. «Глава русского государства, министры, исповеданий и народного просвещения и товарищи их должны быть православными. Разгон учредительного собрания и декреты Совета народных комиссаров показали всю тщетность этой большой работы для того времени. Однако, большая эрудиция и высказанные при этом глубокие суждения многих членов собора могут еще оказаться полезными в будущем, если бы в России произошел переворот и ее возглавила бы другая власть. Но выработавшийся Всероссийским собором законопроект в 1917 году уже звучал утопией. А.А. Шишкин с полным основанием ставит вопрос. Почему же соборное большинство, зная об атеистической природе новой власти, выразила свое пожелание о союзе церкви с государством, при котором в союзе государство материально поддерживает церковь, дает ей свободу действий и свободно позволяет ей идейно и нравственно воспитывать людей в духе противным устремлением этой власти? Шишкин правильно указывает в качестве одной из причин ожидания учредительного собрания, а другой надежду на то, что коммунисты недолго останутся у власти. Во всяком случае, декрет об отделении церкви от государства окончательно вывел наружу неизбежный конфликт. Ни собор, ни патриарх не могли безмолвно принять полного бесправия церкви. В ряде определений собор высказал эту точку зрения. 27 января собор принимает воззвание к православному народу по поводу советских декретов. Это воззвание есть обличение врагов веры и призыв к защите святынь. Цитата эти святыни ваше достояние писал собор ваши благочестивые предки и вы создали и украсили храмы божии и посвятили это имущество богу. Священнослужители при них только духовная стража которым эти святыни вверены на хранение. Но пришло время когда и вы православные должны обратиться внеусыпных сторожей и защитников ибо правители народные хотят отнять у православного народа это божие достояние даже не спрашивая вас как вы к этому относитесь. Оберегайте же и защищайте веками созданное лучшее украшение земли русской храмы божии. Не пустите перейти им в дерзкие и нечистые руки неверующих не попустите совершиться этому страшному кощунству и святотатству. Собор понимал что фактически это был призыв к мученичеству за веру. Он писал далее Мужайся же Русь святая иди на свою Голгофу. 15 по старому стилю 28 февраля 1918 года за номером 65 было опубликовано постановление патриарха и священного синода с указанием как надо поступать пастырем и мирянам для защиты церкви и ее учреждений. Даются там указания и относительно отлучения восстающих на святую церковь и захватывающих церковное достояние. Не признавая юридической силы за декретами об отобрании церковного имущества собор 20 апреля принял положение цитата о православном приходе приходской устав которое как бы игнорируя советские декреты признает приход собственником и распорядителем приходского имущества. За два дня до этого собор издал определение с подробным указанием ряда мероприятий вызываемых гонением на православную церковь. Это определение свидетельствует о том что уже стали появляться слабые духом. Оно говорит о цитата некоторых епископах клириках монашествующих имирянах не покоряющихся и противящихся церковной власти и обращающихся в делах церковных к враждебному церкви гражданскому начальству и навлекающих через то на церковь ее служители ее чад и достояния многообразные беды. Конец цитаты. Столь смело выступая против врагов веры собор однако пробовал и договориться с ними о некотором модус вивенди. 15 по старому стилю 28 марта Всероссийский собор выслушал доклад комиссии которая была направлена к Ленину для переговоров с народными комиссарами. Ленина ей видеть не удалось. Приняли делегацию комиссар по страховому делу Елизаров представитель комиссариата юстиции Гурский и управляющий делами народных комиссаров Бонч Бруевич. Комиссию собора возглавил А.D. Самарин. Кроме него в ней было еще шесть человек в том числе присяжный поверенный Н.D. Кузнецов и два крестьянина Иудин и Мальгин. Самарин начал заявление что комиссия пришла цитата чтобы от имени православного русского народа сказать комиссарам слово правды о их распоряжениях. Он закончил словами цитата И если для вас безразлично судьба православной церкви которая участвовала в самом строении государства и целые века составляла для него основу религиозной и нравственной жизни то да будет ведомо вам что религиозное успокоение 100 миллионов православного русского населения без сомнения необходимое и для государственного блага может быть достигнуто не иначе как отменой всех распоряжений посягающих на жизнь и свободу церкви. Трудно сказать насколько авторитетны были комиссары принявшие делегацию. На декрете об отделении церкви от государства нет подписи Елизарова только Бонч Бруевич как управляющий делами Совета народных комиссаров относился к высшему управлению и скрепил подписи под декретом. Во всяком случае комиссары говорили с соборной делегацией в необычной для коммунистов мягкой форме. Кузнецов докладывал собору что разговор с представителями народных комиссаров на него произвел лучшее впечатление чем разговор с Кевинским в октябре 1917 года. Елизаров откровенно заметил что при составлении декрета не был выслушан голос церкви и действительно в декрете есть неясности и ошибки требующие разъяснения и исправления. Кузнецов отмечал что представители народных комиссаров приветствовали первую встречу с делегацией собора. Они выразили надежду что путем сношений может быть выяснено много недоразумений и исправлены ошибки от которых совет народных комиссаров не считает себя застрахованным. Для таких сношений конечно должна быть найдена почва и таковую народные комиссары цитата усматривают в принципах отделения церкви от государства и свободы совести от которых они уже не могут отступить. Кузнецов который как говорил мне митрополит Анастасий позднее был инициатором попыток найти недостойный компромисс с советской властью. В заключении своего доклада свидетельствовало что народные комиссары цитата по-видимому готовы идти навстречу разрешению разных недоразумений и исправлению ошибок связанных с изданием декрета и даже разъяснить декрет как они выражаются. Комиссары были вежливы они не проявляли аррогантности столь обычной большевикам они уделили делегации много времени по словам Малыгина делегация засиделась до двух часов ночи. Однако они не сделали никаких уступок кроме согласия разговаривать. Собор уполномочил соборный совет выработать дальнейшие мероприятия. Но никаких реальных последствий от этой встречи не было. Борьба продолжалась. Церковь действовала через новую организацию приходов и их объединения. Устраивались крестные ходы. Но одновременно и наступления на церковь стали делаться более планомерными и энергичными по мере роста и укрепления нового правительственного аппарата. Важным новым моментом явилось издание 24 августа 1918 года Народным комиссариатом юстиции инструкции цитата о порядке проведения в жизнь отделения церкви от государства и школы от церкви. Как пишет Шишкин этим был положен конец правотворчеству местным государственным органам государственных органов в решении ими вопроса об отношении церкви. Отныне началось планомерное по единой системе осуществление декрета СНК от 23 января. Для проведения декрета в жизнь были созданы специальные органы. При комиссариате юстиции был создан 8-й отдел. отдел по проведению декрета об отделении церкви от государства. Несмотря на разработанную инструкцию и конкретный план принятый комиссариатом юстиции осуществление ее задержалось на целый год. Отчасти это объясняется гражданской войной, а отчасти неподготовленностью государственного аппарата. Эта задержка помогла успеху борьбы против церкви, до некоторой степени усыпляя активность верующих. Однако в этом периоде было много жестоких нападений на архипастыри, священников, церкви и монастыри. Много таких случаев проявления героизма и мученических смертей собрано в труде Валентинова «Черная книга». В мягкой форме Шишкин признает жестокости начавшегося преследования, стараясь найти им какое-то оправдание. Цитата. «Давая объективную оценку церковному движению, сопровождавшемуся кровавыми эксцессами, пишет он, нельзя не сказать о том, что в известной степени размах и острота этого движения в некоторых городах зависела от местных органов власти. Некоторые савдепы не вполне продуманно и последовательно реализовали декрет на местах, нередко проявляли ненужную торопливость и решительность. Более того, они применяли иногда и излишние репрессии по отношению к священнослужителям. Работники местных органов власти, члены комиссии по учету церковного имущества и красноармейцы охраны иногда проявляли грубость по отношению к церковнослужителям и верующих, нередко оскорбляя их религиозные чувства. Веденский, возлагая, как и Шишкин, ответственность за это не столько на коммунистические органы власти, сколько на патриарха и сенот, пишет, что призыв их защищать церковь имел последствиям согласно статистическим данным 1414 кровавых столкновений с советской властью. Наконец, голод в Поволжье дал коммунистам новое оружие в борьбе против церкви. Изъятие ценностей из храмов, давно уже намечено и имеющее основание в декрете об отделении церкви от государства, стали производиться, ссылаясь на необходимость срочной помощи голодающим. Между тем, исполнение соборных определений о защите святынь делало ревнителей веры преступниками в глаза гражданского закона. Начались аресты и процессы по обвинению их в этом преступлении. Особенную известность приобрел открытый суд над митрополитом Петроградским Вениамином со смертным приговором ему и его сотрудникам. По-видимому, петроградские власти первоначально не были вполне осведомлены о целях операции изъятия церковных ценностей и принимали за чистую монету официальный повод для нее, то есть помощь голодающим. Они вошли в соглашение с митрополитом Вениамином, по которому церковь сама передавала ценности для помощи голодающим. В разных газетах были напечатаны сообщения об этом соглашении в тоне благоприятном для митрополита и духовенства. Но затем были получены инструкции из Москвы и обстановка коренным образом переменилась. Представителям митрополита было объявлено, что вне всякого соглашения ценностей будут изъяты без разбора, как принадлежащие государству имущество. Однако и после этого митрополит Вениамин возобновил переговоры с властями и было достигнуто новое соглашение. Самое существенное в нем было то, что верующим предоставлялось заменять подлежащие изъятию церковные предметы другим равноценным имуществом. Это соглашение было опять отменено. Посланцам митрополита было весьма сухо объявлено, что ни о каких пожертвованиях, ни о каком участии представителей верующих в контроле не может быть и речи. Церковные ценности будут изъяты в формальном порядке. Остается лишь условица одней части, когда духовенство должно будет передать власти принадлежащее государству имущество. На новое заявление митрополита со ссылкой на прежнее соглашение уже не последовало ответа. Создавшийся кризис послужил удобным поводом для возбуждения раскола и ослабления церкви. Возбудителями его должны были послужить уже ранее упоминавшиеся нами деятели обновленческого направления. Титлинов после восстановления патриаршества отказавшийся от звания члена Всероссийского собора в марте 1918 года основал в Петрограде новый орган печати воскресную газету «Правда Божия». Газета выступала против анафематствования советской власти и призывала к примирению с нею. Вместе с тем оживились притаившиеся было священники обновленческого направления. И вот в то время когда прервались переговоры митрополита Вениамина с представителями власти это эти лица выступили в качестве посредников. 24 марта в Петроградской «Правде» появилось письмо за подписью 12 лиц в числе которых были будущие столпы живой церкви священники Красницкий Веденский Белков Боярский и другие. Авторы письма защищали мероприятия советского правительства и отмежевывались от остального духовенства. Письмо вызвало возмущение последнего что было ярко высказано на собрании духовенства. Веденский произнес наглую и угрожающую речь. Митрополит постарался успокоить собрания чтобы предотвратить кровавые столкновения. Было решено вступить в новые переговоры с властями и вести их было поручено Веденскому и Боярскому. Ими вновь было достигнуто соглашение с властями напечатанное в правде в начале апреля. Приобретая какой-то вес благодаря достигнутому успеху и наладив связи с советскими властями группа обновленцев приступила уже к захвату власти во всей церкви пользуясь тем что острый кризис создался и у патриарха в Москве. Поводом послужил все тот же вопрос об отношении к советской власти и изъятию церковных святынь. 22 апреля по старому стилю 5 мая 1922 года находившийся под домашним арестом патриарх был вызван в суд по делу о церковных ценностях в суде патриарх в желании помочь обвиняемым всю ответственность принимал на себя он находился под арестом и в то время когда якобы состоялось постановление синода об упразднении высшего церковного управления за границей теперь при более новых данных можно поставить под вопрос действительно ли в то время состоялось какое-либо определение об упразднении высшего церковного управления за границей не говоря уже о том насколько оно могло быть свободным обращает на себя внимание что в книге Регельсона оба события приводятся на той же 285 странице за той же датой в данный момент мы не останавливаемся на значение этого факта во всяком случае ясно что находясь у советской власти под арестом патриарх был лишен всякой свободы еще осенью 1921 года группа в кавычках прогрессивного петроградского духовенства подала высшие церковные инстанции доклад с решительным протестом против политики патриарха Тихона Весной 1922 года по инициативе той же группы возникла уже и организация под именем Живой Церкви которую возглавил Центральный Комитет в лице священников В.Д. Красницкого Е.К. Белкова и С.В. Калиновского А. Левитин и В. Шавров в интересной статье Очерки по истории Русской Церковной Смуты пишут Цитата Самый термин Центральный Комитет отнюдь не был случайностью Как популярно объяснял священник Евгений Белков первоначальный сторонник Живой Церкви взаимоотношения между Высшим Церковным Управлением ВЦУ и Центральным Комитетом группы Живая Церковь были аналогичны между взаимоотношениями ВЦИК и ЦК РКП Что касается самой группы Живая Церковь то она по мысли организаторов должна была играть роль авангарда обновленческого движения Главным деятелем в этой группе был тогда С.В. Калиновский Первый составитель проекта для создания учреждения с функциями подобными тем которые теперь имеют уполномоченный по делам Православной Церкви Кураедов Впоследствии руководящее положение занял другой основатель Живой Церкви священник В.Д. Красницкий приятель главного гонителя православной иерархии в 20-х годах чекиста Е.А. Тучкова Патриарха Тихона и верных имучат Церкви теснили с одной стороны обновленцы а с другой гражданская власть которая открыто покровительствовала последним Патриарх с якобы заботой о церкви делегация докладывала ему о наступившей в церкви анархии они сообщали что Патриарше управления совершенно лишено возможности функционировать и фактически закрыто Профессор Титлинов старавшийся описать все происходившее тогда в облагороженном виде пишет Патриарх согласился на предъявленное ему требование о сложении себя управления церковью написав резолюцию о передаче власти до созыва собора одному из старейших иерархов митрополитам Ярославскому и Петроградскому самый же процесс передачи дел он поручил той самой группе духовенства которая к нему явилась но инициаторы церковной оппозиции не удовлетворились такой ролью продолжает Титлинов а пошли дальше они образовали из себя временную церковную власть и затем уже вошли в переговоры с названными патриархом заместителями предложив им свои условия надо еще отметить что заявление делегации патриарху внешне носило характера лояльности стараясь обмануть его они писали ввиду устранения вашего святейшества от управления церковью впредь до созыва собора и передачи власти одному из старейших иерархов фактически церковь осталась без всякого управления это чрезвычайно губительно отражается на участии общецерковной жизни московской епархии порождая этим чрезвычайно чрезвычайно смущение умов мы ниже подписавшиеся и спросили разрешение у государственной власти на открытие и функционирование канцелярии вашего святейшества настоящим мы сыновни и спрашиваем благословения вашего святейшества на это дабы не продолжалась пагубная обстановка в делах управления церковью по приезде вашего заместителя он тотчас вступит в исполнение своих обязанностей конец цитаты сам патриарх в послании 15 июля 1923 года писал что явившаяся к нему группа из трех священников цитата под видом забот о благе церкви подала ему выше приведенное заявление и далее сообщал цитата мы уступили их домогательством и положили на их заявление следующую резолюцию цитата поручается поименованным ниже лицам то есть подписавшим заявление священникам принять и передать высокопреосвященному агафангелу по приезде его в Москву синодские дела при участии секретаря Нумерова еще за два дня до этой резолюции 16 мая 1922 года патриарх уже послал грамоту митрополиту агафангелу вызывая его в Москву для временного возглавления церковного управления до созыва собора он писал на это имеется согласие гражданской власти а потому благоволите прибыть в Москву без промедления однако присутствие митрополита агафангела могло помешать планам захвата власти обновленцами с которыми он не соглашался сотрудничать поэтому данное патриарху согласие гражданских властей оказалось отмененным митрополит не смог выехать из Ярославля в Москву между тем обновленцы воспользовались резолюцией патриарха чтобы фактически овладеть церковной властью ради этого они притворялись лояльными при посещении его заключении гражданская власть не скрывала своей помощи обновленцам для захвата ими власти это особенно ярко и беззастенчиво проявилось в Петрограде группа священников уполномоченных только содействовать передаче патриарших дел митрополиту Агафангелу сама себя в тот же вечер переименовала в высшее церковное управление и самочинно присвоила себе высшую административную власть в русской церкви перевезенный в Донской монастырь патриарх Тихон был как бы исключен из церковной жизни казалось что обновленцы окончательно захватили власть над русской церковью это отразилось прежде всего на образе действий церковных деятелей авантюристического характера и вообще людей не способных отдавать жизнь за твердые дорогие им принципы такие люди помимо избранного ими направления тщательно берегут свое самолюбие и личные интересы они являются противоположностью убежденных в истине исповедников готовых на любые страдания ради истины высокая цель объединяет таких людей в готовность к самопожертвованию обновленческое движение 20-х годов соединило людей первого рода поэтому неудивительно что с самого начала между наиболее способными из них возникли трения личного характера подрывавшие их единство и с самого начала поделившие их на менее крайних обновленцев и безудержанных реформаторов называемых живоцерковниками в своих реформах они шли так далеко что в нарушение древних правил и вопреки всем поместным церквам вели женатый епископат в том числе второбрачный иначе говоря обновленчество скоро вылилось в особую форму протестантского движения восточного обряда оно не имело никакой опоры в народе и оставило свой след в последующем развитии событий лишь как некоторый образец для советчиков выработки ультрапокорных советской власти иерархов укрепившихся до ныне в московской патриархии мы поэтому не будем долго останавливаться на периоде захвата власти в русской церкви обновленцами во время пленения патриарха Тихона как на печальном эпизоде в истории нашей церкви в течение примерно года с небольшим до его освобождения и заточения возглавлял церковь этот период но не имея возможности ей управлять митрополит Ярославский Агафангел человек твердых принципов в своем послании от 5 по старому стилю 18 июня 1922 года митрополит Агафангел объяснял цитата во имя святого послужения и по долгу моей архиерейской присяги я предполагал немедленно вступить в отправление возложенного на меня служения церкви и поспешить в Москву но вопреки моей воле по обстоятельствам от меня независимым я лишен возможности отправиться на место служения между тем как мне официально известно явились в Москве иные люди и встали укормила правление русской церковью от кого и какие полномочия получили они мне совершенно неизвестно а потому я считаю принятую именно себя власть и деяния их незаконными они объявили о своем намерении пересмотреть догматы и нравоучения нашей православной веры священные каноны святых вселенских соборов православные богослужебные уставы данные великими подвижниками христианского благочестия и организовали новую именуемую ими живую церковь таким образом митрополит Агафангел не был в состоянии организовать управление церковью но он сделал единственное что было в его силах при создавшейся обстановке 5 по старому стилю 18 июня 1922 года он разослал послание о том что временно принял на себя возглавление церкви не имея в своем распоряжении никакого административного аппарата он предоставил самые широкие полномочия епархиальным архиереям применяя принцип постановления святейшего патриарха священного синода и высшего церковного совета от 7 по старому стилю 20 ноября 1920 года за номером 362 которое предусматривало порядок жизни церкви в случае полного расстройства центральной церковной власти то что митрополит Агафангел не прибыл сразу в Москву по зову патриарха у осведомленных людей вызвало недоумение в книге Левитина и Шаврова дается ему объяснение цитата в течение месяца велись секретные переговоры между Тучковым и митрополитом Агафангелом Е.А. Тучков которая ВЦУ считала своей главой главной опорой в переговорах с митрополитом выражал желание как можно скорее отделаться от этого несолидного учреждения и поддержать его однако и от Агафангела ожидался ряд уступок на которые он не соглашался после месячных переговоров видя что дело не сходит с мертвой точки митрополит Агафангел неожиданно уже не спрашивая Тучкова обратился к русской церкви с воззванием напечатанным в какой-то подпольной типографии и очень быстро разошедшимся по Москве и другим городам это выступление митрополита Агафангела было неожиданным для Тучкова и очень обеспокоило обновленцев надеявшихся что с канонической церковной властью дело покончено митрополит Агафангел был немедленно арестован и вместо переезда в Москву был сослан на Римский край однако он и патриарх уже указали путь для верных епископов и чад церкви в процессе их борьбы с обновленцами в разных местах стали образовываться автокефальные епархии нелегко проходило внедрение обновленчества даже там где оно зародилось в Петрограде Веденский вернувшийся из Москвы после захвата церковного управления явился к митрополиту Вениамину и объявил ему о создании нового управления и назначении его Веденского делегатом от этого управления по Петроградской епархии митрополит его за это отлучил от церкви постановление его было напечатано в газетах и вызвало ярость коммунистов через несколько дней к митрополиту явился Веденский в сопровождении бывшего председателя Петроградской ЧК и Петроградского коменданта Бакаева они предъявили митрополиту ультиматум либо он отменит свое постановление о Веденском либо против него и ряда духовных лиц будет создан процесс с изъятием ценностей в результате которого погибнет и он и близкие к нему люди митрополит ответил категорическим отказом как известно угроза это была приведена в исполнение он был судим и приговорен к смерти потому что стоял поперек пути гражданской власти в ее начинание в деле образования революционной обновленческой церкви Титлинов при всем желании не мог скрывать того что обновленческое высшее церковное управление захватило власть антиканонически в революционном порядке несомненно писал он что группа которая образовала высшее церковное управление после отречения патриарха Тихона полномочий на то от патриарха не имела патриарх поручил ей только посредническую роль передачи дел а отсюда до передачи власти очень далеко деятели живой церкви взяли власть сами в порядке революционном внеэкономическом и если угодно антиканоническом епископ Григорий Граббе книга пророка Даниила 11.44 выйдет он величайшей ярости чтобы истреблять и губить многих одна глава вернее даже стих из Библии священного писания все перетянет о как взъярится псих что мы с такими вылезли весами а это то же самое как если сравнить пытаться Бога и творения об этом даже мыслить неуместно выслушивать какие такие басни бредни что скажет Бог и что уже сказал одно лишь это пусть интересует все остальное это как вокзал где гован мошкары летящие в свы и потому учите всех и вся вникать в библейские высказывания Бога благоухающие строки оросят здесь серебро и злато высшие пробы что Пушкин Достоевский Солженицын и прочие не худшие писаки они мешали плевелы с пшеницей настаивали на своем привычной сапой необожженные глаголом иеговы они старались тужились стремились сказать позаковыристи в основе не слова Божия вложили мысль маститы смотри по результатам писанины ах сколько же газет журналов книг не достигают цели мимо мимо одно гнилье где только ни копни не заблудись душа средь круговерти подстроенной масонской подворотней словам Христа приискренне поверим и ничего не проглаголоть против слова божественные панцирь и броня во свете Библии рассматривать все чтиво рожденные от Бога те слова хранят и в победителях всегда и всем на диво 17 октября 2008 года Игнатий Лапкин вот к этому хотелось добавить вспоминался владимир русак его три книги свете с обвинения они у меня вот рядом на полке висят я их могу показать я у него жил там под Нью-Йорком несколько дней ночевал из Джордан он меня из кажется Нью-Йорка привез на машине он с сестрой ехал в Джордан-Виль я кое-какие воспоминания показываю Диакон ну пока он сидел жена вышла за другого замуж видимо он ее любил и она когда он вернулся как подробности не знаю но то что он решил ее вернуть хотя это не одобряется церковью Иеремия третья глава говорит не развратится ли вся земля но это его право и как только он ее взял обратно сам с него был снят и вот тогда там прочитав свидетельство обвинения и все я увидел нигде ни слова нету а слове Библия и Христос и вот здесь сейчас что считали такие грамотные такие знатоки вот это церковные пожертвования обвешенные иконы жемчугами золотом все пошло сатане а говорить нельзя было об этом но я не не знаю был ли кто чтобы говорил людям об этом но смысл-то патриарх издал указ защищать церковные ценности и что за тысячу перевалило эксцессов а эксцесса не один человек выступал а приходят красноармейцы и выступают ну православные братья это же село большой город значит здесь доходило до драки а эти-то с оружием сразу начиналась стрельба тут же расстреливали почему патриарх не издал такое послание которое я сейчас скажу ко всем чадам русской православной церкви мы признаем что эту тысячу лет мы вели людей не смиряясь со святой Библией каемся возмездие пришло от нашего Бога мы благодарим Его и отныне мы говорим пусть каждый имеет Библию храните ее Евангелие чтобы не попало в руки врагов размножайте переписывайте уйдите из церкви и больше не заходите в эти храмы ибо написано народ Божий ежедневно собирался по домам всю Россию не перестреляют свидетельствами Христа будьте учите людей любить Христа Иисуса то есть то что говорит первая христианин почему такое послание патриарх не сказал почему ни один митрополит тайные явные которых он заместителями оставил а все власть 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 слова власть церкви нигде в Библии нету у церкви одна власть страдать через кровь мучения огонь восходить на небо они что ни одного рожденного свыше не было они драконили эту власть а власть пришла пришла не для чтобы играть Ленин сказал грош цена той власти которая не может защитить себя вот она и защищала пока не пришел Михаил Сергеевич Горбачев и положил конец ее власти и вот здесь ни одного нигде не станет такие книжечки издаются подпольные священники которые были епископы ни один нигде не призвал к благовестию о Христе что делали первые христиане взяли бы за эпидром Деяния апостолов 8 глава 4 стих а рассеявшиеся ходили и благовествовали при входе в наш крам это надпись надпись около креста который у нас на прихожей не вверху крыши а при входе в тамбуре рассеявшиеся не жаловаться властям не мстить не убивать а научиться плакать и молиться и благовествовать вот они там сослались на 100 миллионов православного народа ну к 100 миллионам то могли обратиться но из 100 миллионов хотя бы один то миллион послушал за их но если не миллион то тысяча но не миллион да хотя бы 100 ну не 100 но хотя бы один ответ ни одного но если патриарх не сказал если были возрожденные души они сказали наступил момент как пишет Никифоров Волгин священники некоторые понимали и пошли и весь их престол все антименцы все в рюкзаке но дальше идет речь только о том как служить Богу служить служить это значит править богослужение арестованные сосланные они там на нижнем этаже самым отверженным среди заключенных а там 3-4 было этажа в бараках они там находили клюку где-то давили ее чтобы совершить литургию читаешь и думаешь ну неужели это правда правда и они сознают да так и было где о какой литургии говорили апостолы будучи гонимые из города в город Павла побивает до ноги вытаскивает пускай вытаскивает 57 тысяч смещенников они все взойдут на небо пускай каждый монастырь а их было 1275 это не длиннее два пусть выставят хотя бы по одному монаху а их там не по одному было а сотни нигде ни слова нету то есть от веры Христовой от водительства Духом Святым ушли так далеко что даже сегодня я вот говорю и кто-то это услышит он зубами будет пережитать на меня главное мощи антиминс мощи а теперь сами мощами стали и главное уже все уже окончательно кончено они все до одного как слепые а может недолго советская пара власть пробудет еще год пробыла осталось 71 год все перевыбрет и те которые церковь гнали они пойдут под расстрел своей же властью которые усыреют пойдут в войну комиссары пойдут в плен и там сдохнут как говорил сложенец скопытятся все но нам-то что от этого пользы мы о них должны поскорбеть об этих сдохших как скотина без покаяния а если бы пошли тогда в 18-м году до сто-то миллионов нет конечно что-то человек нашлось в миллион ошибся раз ну давайте поправку делаем или я говорил один я остался оказалось 7 тысяч ну разделить на 7 тысяч сто миллионов все равно уже это много ни одного и даже подпольные которые пишут воспоминания своих которые окормляли как они говорят отравляли окормлять значит отравлять переедать и там нигде ни слова нету о том что я сейчас говорю почему мне не имеющего никакого гуманитарного образования ни духовного почему мне это понятно до боли до слез и понятно было не сегодня когда 57 телефон выключите Игнать Тихонич это враги нападают на меня которые узнали во сколько встаем и бомбят то на стационарно стали то на этот парни дышать без меня не могут враги самые лютые так вот я здесь хочу сказать чуть-чуть поднимите сигнал Тихонич еще пожалуйста вас не видно чуть-чуть поднимитесь еще спасибо почему мне не имеющего никакого духовного образования семинара не имеющего гуманитарного образования которые там историки выступают булгаков все остальные почему мне это было понятно и непонятно что это милость божия любовь и за эти гонения надо было семикратно благодарить бога ежедневно 118 псалом 164 стих я этот вопрос не могу не поставить за кого вы себя выдаете за христианина рожденного свыше получившего крещение духом святым на меньшее не согласен за вписанного в книгу жизни но таких-то должно было быть в России это 100 миллионов но однако как будто никто и не встал рассеявшиеся ходили благовествовали и дети по всему миру и пропадать евангелие всей твари кто будет веровать и креститься спасен будет кто не будет веровать осужден будет не анафими кого-то предавать и во первых коринфам 4-5 говорит не судите никак прежде времени доколе не придет господь и не осветит сокрытое во мрахе и анафими вот и всем понятно было и что те которые гонят церковь они не останутся без наказания ждет 37-й год ждет раскулачивания ждет война об них заранее нужно было плакать нигде ни один ни разу по сегодняшний день где грамоты патриарха канонизируют убитых то другое я ничего этого не трогаю одно почему не призвали вернуться к первоапостольскому состоянию почему не пошли от дома к дому что делают свидетели Иеговы лжи свидетели их пробовал Диткер уничтожить они сидели наравне с евреями и цыганами вот кого истреблял Гитлер уничтожить полностью евреев цыган и свидетелей Иеговы если кто не знает библии форшеры называются исследователи библии эту же задачу практически выполнял Сталин ни того ни другого нет самый большой процент освобождения из лагерей был именно у них я с ними сидел в одном лагере Жанатаси почему им это понятно юридикам почему нам не понятно вот сейчас у нас а почему у вас на храме купола нет купола нет у тебя купол то свой то не варь купол вот он мы под куполом неба находимся и солнце наше главное свеча даже ты дважды прочитал допустим этот вопрос вот оно до кого или нет и сегодня за то что я говорю будут яростные нападки но уже все сгорело уже разрушено пришли к власти церковники сегодня первым делом соединиться с президентом бездяне они без этого не могут и только в посланиях патриарха обновленца власть 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 у церкви нигде не написано что она имеет власть как мирская дружба с миром есть вражда против Бога это прелюбодеет прелюбодейцы то есть проституты духовные Якова 4 глав 4 стих я не осуждаю я констатирую уже совершившийся факт все разложение народа вышло Никифорова Волгина это подробно описано все все храмы оказались в рюкзаке значит и вполне обходились да были священники которые пошли в народ но не на проповедь а когда считаем первых христиан священник и епископ под видом военных купцов как вот Варвара великомученица как она обратилась и других мы считаем где кто ходил для проповеди где призывы патриарха к проповеди к благовестию повторяю ни одного ни одного за 72 года в самые тяжелые времена они держались только за власть патриарх кому передать власть церковное управление почему нигде не сказали и наконец Христос как глава церкви написано Колоссяном 1.8 а церковь его тело глава церкви Христос они ни разу про это не сказали они ни разу не принесли покаяние перед народом что с тысячу лет почти народ шел не имея в руках Библии оно было скрыто вот такое резюме в конце вот этого вопроса а ты Сергей Павлович слушай внимательно возьми какой-то карандаш фломастер и помечай каким вопросом закончил и следующий вопрос называй под номером тебе больше не надо а ты сразу считал не считал притом я тебе говорю и уверенности нет что ты будешь делать я уже не раз говорил такое маленькое дело и так оно понятно искать не надо на столе у меня ну напиши четыре бумажки одну в карман положи другую на столе положи а третью на стенку прибей следующий номер такой-то опять кончилось сегодня опять номер написал не тот, который кончил а которым начинать которым начинать я вот на все где у меня идут цифры там ну щатру редкие наружное наблюдение там о голубях о кошках у меня везде стоит номер который следующий будет номер и ни разу ни одной ошибки не было почему ну что тут непонятно на столе у меня лежит открыто везде надпись плитку выключай свет выключай плиту затопили поставь щиты чтоб кошка не прыгнула на плиту оно по мозгам бьет вот о великом и о малом я сказал отошел геннадий геннадий тихонек получается великая отечественная война это было как раз подходит под то что возмездие за грех смерть за те революционные вот эти шаги за то что уничтожали церкви именно вот за их была великая отечественная война богом посланная так я правильно понимаю пришло от бога и так надо принять ежедневно семикратно проставляет за суды правды твоей это суды правды божьей пришли на землю это божья милость пришла и они восстали против всего этого а власть была для того чтобы наказать возвратить на первоапостольский путь не поняли и такое разложение как сегодня посты никто не соблюдает за малым исключением бабушек придумали первая последняя неделя великого поста ни у кого на ум не пришло канон Андрея Критского считает уже тысячу сто лет что он написан для оглашенных что его надо поднять на вторую ступень благодаря и третье и третье словословие те же события библейские нету нету блаженны Феофилак сейчас проходим ни одного комментария не сказано когда уже прошло 900 лет это пришлось мне делать и по Андрею Критскому и здесь я их сильно раздражаю тем что говорю а почему до вас никто не сделал я смеюсь над этим я просто говорю потому что я еще не родился для меня Бог оставил этот трус а за кого вы себя выдаете за прах и пепел которого коснулась благодать Божия вот всех звания семинария еще семинарии академии отвечают для того чтобы запутать любое дело и любую ложь неправду оправдать на больше они не способны сегодня нигде нет призыва идти на благовестие как у так называемых свидетелей Увовы от двери к двери а то у нас в стране 75% православное я нашел свои исследования 0,3% среди крещеных на 300 человек только один что-то знает который в храм ходит который считается православным это исследование которое прожила Цепенникова это кандидат наук университета у нас технического я направила 3000 студентов она опрашивала подряд 5 лет группы 100 групп ну из мракоязычества если не знаете я могу скинуть этот материал сегодня смотрите на нашем вот здесь месте на 300 человек только один что-то знает и ходит и причащается все остальное фишка обман Сергей Павлович я уже сказал делай пометку с последующего когда кончишь продолжайте дальше отошел надевать и ваше 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 кандидат ваше ваше